Итак, дамы и господа, если вы заметите, что пианино состоит из чёрных и белых клавиш, то не мудрено будет заметить одну вещь, что чёрные клавиши идут в определённой последовательности. Три, два, три, два, три, два. Для меня это лично означает место, где нужно назвать белую клавишу. То есть, как говорится, я пытаюсь ориентироваться под чёрным клавишем, играя, пытаясь играть на белых клавишах. Белые клавиши идут через каждые десять. Это так называемая некая октава. Кто-то придумал такое название, я понятия имею, что это значит. Но, тем не менее, если мы будем ставить пальцы через октаву, то звуки будут вроде бы как сливаться, звучать одинаково. О, как красиво! Но неважно. Если мы применим к белым клавишам теорию последовательности Фибоначчи, то вы можете заметить, что клавиши будут звучать тоже созвучно. И если мы будем играть последовательность Фибоначчи, то получится довольно-таки прикольная мелодия. Сейчас я хочу её продемонстрировать. Умопомрачительное достижение. Фибоначчи, Фибоначчи. Субтитры создавал DimaTorzok На этот раз была одна ошибочка.